И еще одна приятная новость. Буквально две недели назад обрадовала абсолютно всех жителей нашей страны. Наверное, в первую очередь, всех тех, кто любит и кто умеет играть в шахматы. Наш представитель, молдаванин, стал чемпионом мира по шахматам среди школьников. Сегодня он у нас в гостях. Зовут его Андрей Маковей. Андрей, доброе утро. Доброе утро. Я тебя поздравляю искренне. Сегодня ты не один. Я так понимаю, что вместе с тобой твой тренер Сергей. Был ли он на чемпионате вместе с тобой или держал за тебя кулаки здесь? Правильно. Да, он был. Здесь? Не здесь. То есть он держал кулаки. Он был там с тобой? Нет. Он был в Кишиневе. Сергей, вы были в Кишиневе и держали кулаки за Андрея. Если быть более точным, то после проделанной нами предварительной работы я отправил Андрея играть на чемпионат мира. А сам отправился на другой международный турнир в Италию. И оттуда мы время от времени общались, корректировали детали. Но в основном только мелочи. Потому что основную работу Андрей провел самостоятельно. Он набрал 8 баллов из 9, если я не ошибаюсь. Это по шахматным меркам, да? Потому что вы знаете, что достаточно сложно судить тем людям, которые, может быть, никогда не принимали участие вообще в шахматных турнирах. 8 баллов из 9. Насколько это сложный и нереальный результат? Вообще, чем выше любой результат, чем ты мне его достичь. 8 баллов из 9, 8 очков из 9, я считаю, просто превосходный результат. Это практически все выигранные партии, за исключением прямой ничьи с главным конкурентом. И остальные партии, я думаю, что он выжил все максимум, что можно было там добиться. Андрей, на сегодняшний день ты, насколько я знаю, еще учишься в лицее? Да, в лицее Иван Крянга, в 11 классе. Ты в 11 классе. Слава богу, что бакалавр у тебя в следующем году. Еще есть время подготовиться. Вот на данный момент шахматы в твоей жизни – это и есть твоя жизнь? Или это хобби, которое приносит тебе удовольствие и, как выяснилось совсем недавно, еще и мировую славу? Ну, я бы сказал, что это часть моей жизни. То есть я не могу отделить ее от школы, но вообще я думаю заниматься шахматами в жизни. То есть ты выбрал уже этот путь? Да, я хотел бы стать сильным шахматистом. Мы сейчас буквально за несколько секунд и минут до выхода в эфир общались с вами на тему шахматы. И пришли к… То есть я для себя открыл такую информацию от вас, Сергей, да, что люди, дети, подростки, которые занимаются шахматами, они гораздо более стрессовоустойчивы и быстрее берут себя в руки. И при этом и благодаря этому в каких-то сложных стрессовых ситуациях ведут себя иначе, нежели те люди, которые шахматами не занимаются. Это вы заметили, наблюдая за детьми, которых, может быть, вы тренируете? Из собственного личного опыта. Но я хотел бы добавить, что в целом любые дети, которые регулярно занимаются спортом в целом и шахматами в частности, способны повысить свою стрессоустойчивость, способны лучше себя держать и способны отдавать все силы для достижения нужного им результата. Шахматы – это абсолютный талант, способность или можно воспитать, вырастить сильного шахматиста, спортсмена только трудом? То есть научить его правильно ходить, правильно логически думать или это врожденная некая способность, которая далеко не всем присуща? Я, например, к своему, не знаю, стыду, наверное, все-таки в шахматы играть умею, правила знаю, но не смогу. Вот как вы считаете? Я думаю, что это совокупность всех качеств, которые требуются для достижения результата. Это и память, потому что без памяти невозможно выстроить, главное, разветленность сеть дебютных идей, вариантов и в целом дебютной подготовки. Это, прежде всего, и огромная работоспособность, потому что порой приходится сидеть 3-4 часа, не проявляя большой физической активности, и, соответственно, накапливается статическая усталость. Это, безусловно, и ответственность самих ребят, поскольку без их самостоятельной работы каждодневной, неделя за неделю, месяц за месяцем, без их правильного отношения к тренировочному процессу и к турниру невозможно добиться высоких спортивных результатов. В чем заключается эта каждодневная, трудоемкая, достаточно работа? Ставится ли каждый день какая-то новая цель? Или есть гиперцель? И постепенно, постепенно, каким-то образом, может быть, вы сейчас расскажете, каким вы добиваетесь ее? Вот как проходит ваша тренировка по шахматам в нашей стране, допустим? Если говорить именно про цели, то, безусловно, как и в жизни, можно различить краткосрочные цели, среднесрочные и долгосрочные цели. И, безусловно, допустим, чемпионат мира, в котором Андрей участвовал, для него и для него в большей степени, для меня, немножко в меньшей степени, это и была наша долгосрочная цель, к которой мы стремились и которую мы достигли. Если же говорить про тренировочный процесс, то тут все в какой-то степени индивидуально, и тренер обязан построить тренировочный процесс, исходя из личностных и индивидуальных характеристик своего подопечного. Хватает ли времени у тебя, Андрей, на что-то еще в твоей жизни, кроме шахмат? Да, вполне хватает. Я люблю заниматься спортом, люблю кататься на велосипеде. Молодец. Иногда хожу в зал, ну и школа, в общем-то все. Шахматы для тебя, это сложно? Ну, вообще это очень сложная игра. Вообще это очень сложная игра, это одна из самых сложных игр, вот для тебя. Ну, чем больше ты играешь, чем больше ты занимаешься, тем больше ты понимаешь, что ты, ну, не так много знаешь. И, ну, и пытаешься работать больше, чтобы достичь чего-то. Какие цели ты ставишь сейчас перед собой? Не спрашиваю о твоих мечтах, потому что мечты лучше не рассказывать. Стать международным гроссмейстером в ближайшее будущее, ну и потом, ну, входить в какую-то, в какой-то топ мировой. Может быть, вопрос и к Андрею, и к вам, Сергей. С какого возраста лучше всего ребенка приводить? И все-таки, может быть, в рамках этого вопроса мы поймем, действительно ли нужен этот некий, пусть даже маленький, и пока еще не совсем заметный талант? И как его определить родителям для того, чтобы понять, что, да, действительно, стоит привести ребенка в шахматную федерацию? Кто-то из детей готов к тому, чтобы начать тренировочный процесс в 5 лет, кто-то в 6 лет, а кто-то пробует свои силы в 8 лет. Я думаю, что до 8-9 лет для любого из учащихся не поздно начать тренировочный процесс. Конечно, чем старше становится любой учащийся, тем больше у него появляется интересов, имеющихся свободного времени. И, соответственно, с точки зрения достижения высоких спортивных результатов, возраст имеет значение. Ну, если говорить об оптимальном возрасте, то, наверное, это скорее 5,5-7 лет. То есть до школы? Да, до школы, да, безусловно. Во сколько лет, Андрей, ты познакомился с шахматами? Ну, я начал заниматься где-то в 7-7,5 лет. То есть тоже в школе у нас был кружок. Его руководил мой первый тренер Василий Гребко, и я у него начал заниматься шахматами. То есть 10 лет в этом году ты отмечаешь своеобразный юбилей? Ну, я его как-то не отмечал, но, наверное, да. Наверное, стоит. Тем более, что ты стал чемпионом мира по шахматам, а это, мне кажется, действительно заслуженное историческое событие для нашей страны. Я вас поздравляю, желаю успехов, и думаю, что в скором будущем мы непременно встретимся еще в этой студии и похвастаемся успехами нашей шахматной федерации. Приложим все усилия. Продолжается наш утренний эфир. Как не стать жертвой спорта? Об этом пойдет речь в нашем следующем репортаже. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова